Galaxy Note 10 будет красивым, но есть ощущение, что удивлять он у нас будет совсем другим, причем, возможно, не в самом лучшем смысле. В этом ролике разберем все, что известно про следующий флагман Samsung и попробуем понять, что об этом думать, потому что, мне кажется, мне нужна ваша помощь по этому поводу. Это Дройда Шоу, с вами Борис Веденский. Поехали! Дройда Шоу Причем, инсайдер Ice Universe опровергает картинку именно с двойным вырезом, но все равно большинство слухов действительно сводится к тому, что будет две версии ноута. Большая и маленькая. Ну, точнее, в случае с Galaxy Note, большая и очень большая. 6,3 дюйма, что близко к текущему 6,4 и 6,75. У каждой модели будет, естественно, еще и 5G версия. То есть, по сути, Samsung представит целых 4 модели Galaxy Note 10. Чем они будут отличаться? Если все-таки верить рендерам, старшая модель, которая будет называться Pro, получит двойную фронталку. Может быть, и не получит. Я, скорее всего, верю в то, что она будет двойной. Просто обычная камера плюс угол пошире. Все, как у Galaxy S10+. П-преемственность. Также у Pro версии будет 4 камеры сзади. И, кстати, по поводу камер, потому что тут должно быть интересно. Точнее, могло бы быть интересно. Дело вот в чем. Неделю назад Samsung заявил о завершении работы над своим пятикратным оптическим зумом для смартфонов, который отправился уже в производство. В январе корейцы купили компанию Core Photonics, которая ранее разрабатывала аналогичное решение для Oppo, а теперь вот сделали для Samsung. Новая перископическая оптика стала еще тоньше, всего лишь 5 мм. И тут все такие, вау, да как это же суперзум, который должны вставить в Note 10 Pro. Ведь так? Скорее всего, нет. Четвертым фото-модулем, согласно слухам, помимо основной камеры ширика и стандартного телефото, будет TOF-модуль для определения глубины сцены. И возвращаемся к виду спереди. Все-таки мне кажется, что дизайн удачный. Хоть точка и сильно бросается в глаза, зато делает смартфон узнаваемым и уникальным. Я бы даже сказал, более утонченным, чем iPhone с его бревном посередине. А теперь переходим к новым-новым подробностям. Так вот, парни из Android Police узнали про смартфон две вещи. И я даже не знаю, какая страшнее. Ладно, начнем с новости попроще. Во-первых, у Fablet'а уберут джек для наушников. И вроде бы это тренд, но странное решение все равно. Все-таки джек выделяет Samsung среди остальных high-end флагманов. iPhone, Huawei, Pixel. Все они отказались от джека. Но если Apple и другим производителям джек мешает добиться влагостойкости, то у Samsung с этим давно был порядок. По словам источника, Samsung объясняет это необходимостью дополнительного пространства в корпусе под батарейку. Мне кажется, у Galaxy Note есть один элемент, который, если убрать, он мог бы сильно увеличить пространство под батарейку. Стилус. Мне кажется, или S-Pen в линейке Note это такая штука, которая поигралась первую неделю, а потом благополучно забыл. Есть, наверное, узкая прослойка творческих граждан, которые что-то там по работе на нем рисуют, но вряд ли их очень много. В крайнем случае, можно сделать две версии Note со стилусом и без. Думаю, многие были бы рады увеличению батарейки за счет этого элемента. И интересное мнение о постоянных пользователях Galaxy Note. Напишите в комментариях, сейчас ли вы достаете стилус из телефона и что им делаете. А теперь страшная фишка номер два. Отсутствие физических кнопок. Вместо них собираются сделать чувствительные к нажатиям грани с соответствующими выступами, либо гравировкой на месте кнопок. Ну, то есть что-то вроде Edge Sense на пикселях. Как дела? Лучше всех. Вообще-то я трогал руками два примера смартфонов, где кнопки заменили датчиками. Это айфоны, начиная с седьмой версии, где кнопку Home заменили, и там все работало хорошо. Второе – это прототип Vivo Apex 2019, видео о котором есть у нас на канале. Там это работало так себе. Почему в айфоне хорошо? Во-первых, потому что место под кнопку «Дом» большое, в него удобно попадать, и ты не можешь нажать ее случайно из расположения. И второе, главное, в айфоне есть прекрасный механизм отдачи Taptic Engine. А вот к гипотетическому Note 10 кнопки сенсора, расположенные на гранях, всегда будут притягивать необязательные нажатия. Да и Vibro на Android хоть и становится классным, но до Taptic Engine пока не дотягивает. Правда, от выпиливания кнопок есть один гипотетический плюс – пропадают лишние зазоры в корпусе. И как бы можно сделать смартфон еще более ядренно-влагостойким. Но куда еще глубже погружать свои смартфоны, я не знаю. Так можно и донышко пробить своими инновациями. Ну то есть я понимаю, Samsung надо какие-то новые фишки придумать, чтобы было что про смартфон рассказать. Но пока все это достаточно странно. Разделение линейки на много аппаратов, выпиливание джека, благодаря которому многие были лояльны Samsung. Скорее всего, ничего нового в камере и еще вот эти недокнопки до кучи. Короче, я не знаю. Давайте посмотрим кое-что иное. Сегодня к нам приехал телевизор, необычный, от бренда Kiwi. Давайте разбираться. Ножки. Это офигеть какой легкий. Вот так он выглядит спереди. Самое интересное здесь в оболочке. Тут любопытно модифицированный Android TV. Почему он нестандартный, сейчас объясню. Тут нет Google Play, вместо него другой магазин. Но там есть большой выбор приложений, причем не только тех, которые адаптированы под Android TV. Есть даже то, что обычно запускается на телефоне или планшете. И многие из этих приложений отлично отрабатывают на телеке, чему я удивился. А медиатека, MiGoGo, Netflix, конечно же, YouTube, все я тут нашел. Иви тоже. Отдельно прикольно, что на стартовый экран вывели полноценный браузер. Можно через него, например, смотреть какие-то видео в онлайн-плеерах, если в других источниках вы найти их не можете. Стандартным Android TV. Веб-браузер как бы тоже есть, но он более примитивный. Очень круто, что работает голосовой поиск через пульт. Это не во всех Android телеках сейчас устроено, к сожалению. Кто играет главную роль в «Выживут только любовники». О, неплохо. И да, наличие полноценного блютуза в телевизоре тащит. Можно подключать беспроводные наушники или колонки непосредственно к телевизору. И угорать по играм или смотреть фильмы, не мешая своим сожителям. Это модель на 40 дюймов. По картинке тут Full HD. Есть более крупные модели. Они идут с 4К. Поддерживается HDR10. Частота кадров 60 FPS. Есть два тюнера, цифровой и аналоговый. Если вы, конечно, рискуете смотреть эфирный канал. Но главное по цене выходит весьма бюджетно. Например, этот аппарат стоит 21 тысячу рублей. Но сейчас вы можете получить его бесплатно, потому что Киви разыгрывает этот телек. Нужно подписаться на Инстаграм Киви и через неделю там выберут победителя. Гоу-гоу. Короче, сделаем так. Напишите в комментариях, что вы больше всего ждете этой осенью. Galaxy Note 10, iPhone 11, Pixel 4 или Call of Duty Modern Warfare. А я пока пойду грустить по идеальному смартфону. Спасибо, что посмотрели видео. Надеюсь, вам было интересно. Это Droid Show. С вами был Борис Иденский. Подписывайтесь на канал. Не пропускайте новые видосы. Жмите лайк и колокольчик. И увидимся совсем скоро. До встречи в будущем. У нас готовится, кстати, еще куча видосов. В ближайшую неделю будет почти каждый день видосы. Так что не пропускайте. Не пропускайте. Ах да, и Валер же поедет. Это можно говорить или нельзя говорить? Валер поедет на одну конференцию. Которая будет на следующей неделе. В первый.